Сегодня означается «Международный день стоматолога». Для многих людей наведывание стоматологичного кабинета, тяжкое выпрабывание, не глядя на то, что уровень развития медицины позволяет Амаль побегнуть неприемных отчуваний в процессе лечения. Про историю и сучастность стоматологии, про людей, которые выбрали я ее своей профессией, репортаж Дмитрия Котова. Свято-стоматологов набывает с каждым годом свою популярность во всем свете. И оно установлено в гонор святой Аполлонии, християнской великомученицы. Лишится, что, когда узгадать ее имя и попросить об допомозе, одразу проходит зубный боль. Святая является заступницей как хворых людей, так и стоматологов. Первым, кто распрацавал методику лечения зубов, был Гиппократ. Однако, иначе, как специфичным, этот медицинский подход не назвать. Знакомитый урач пропоновал позбавляться от зубной боли с допомогой гуртованного железа. Со старожитных часов и склался стереотип, что лечения зубов – это обовязково неприемная процедура. Многие из пациентов лечить так и сейчас. Боятся, боятся. Конечно, сейчас уже люди более адаптированы, наверное, к стоматологическому креслу, потому что все-таки установки и современные материалы позволяют сделать эту процедуру менее болезненной. Сучасные методики лечения здействовали значный технологичный крок. Практично безбольно выполняются все виды лечения зубов и деснов – коррекция, хирургичные операции, а так само имплантация. Самое главное – сохранить свой зуб. И вот все сейчас технологии, я считаю, в стоматологии должны быть направлены на сохранение стоматологического здоровья. У семьи детинства вядомая истина, что захворывание лучше попередить, чем лечить. Кабметь здоровую и пригожую смешку, и при этом не быть постоянным пациентом-стоматолога, необходимо выполнять обычные меры профилактики. Каждый пациент, начиная с маленького детского возраста, должен получить консультацию. И должен быть мотивирован специалистом. Средства гигиены полости рта на сегодня их очень много, начиная от щеток, различных нитей, ополаскивателей и прочее. И третье – это рациональное питание. Профессия стоматолога с кожным годом все больше запотребованная. Например, когда еще 20 лет тому конкурс у Белорусский Державный Медицинский Университет на стоматологию был один из самых невеликих, то сейчас на дворот. Отремливают в специальности только самые метанакированные. Мама спросила, кем ты хочешь быть? Я подумала, ответила, хочу быть стоматологом. Ну, то есть такое решение пришло буквально спонтанно. Я до того ранее не рассматривала такие варианты, чтобы связать свою жизнь с медициной. Думала больше о каких-то точных профессиях, например, инженера или экономиста, бухгалтера. Но в 10 классе не знаю, почему-то пустила у меня такая идея, почему бы мне не стать стоматологом. Кожный из этих урачов ясчай и психолог, что день они допомагают пациентам перадоливать страх. С ужасного урача-стоматолога можно таксама паралнать с мостаком альбо ювелиром, який карпатливо и самоданно працует над створением соправдных каштовностей. Дмитрий Котов, Яуген Макеенко, телерадиокампания «Гомель».